Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Меня зовут Еремин Денис. Я являюсь координатором программы Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Представляю вашему вниманию очередной выпуск цикла «Славянский подкаст», в рамках которого мы продолжаем знакомиться с Фондом Центра славянских культур. Недавно в ходе работы в зале библиотеки мне в руки попал сборник сочинений Бронислава Нушича 1956 года. Как и у многих других сотрудников библиотеки, у меня порой возникает соблазн отвлечься от текущей работы и ознакомиться с содержанием той или иной книги. Пробежавшись по оглавлению и пролистав сборник, я обратил пристальное внимание на одно из произведений – рассказ под названием «Максим». Данный рассказ оказался очень интересным и необычным произведением, заставившим меня не раз улыбнуться, и потому предлагаю его для ознакомления и вам, слушателям подкаста. Так как герои этого рассказа крестили не совсем обычным путем, и уже самим случаем автору предоставлено право дать ему имя, то автор, прежде чем начать рассказ, заявляет, что его героя зовут Максимом. Читатели просят запомнить это, чтобы автору не пришлось еще раз возвращаться к этому и без того печальному факту. Жара адская, камни раскалились, болота и ручьи высохли, и вот в одном канале воды мало. Колесо водяной мельницы Янка Трояновича вращается еле-еле, и понятно, что перед ней полно народу. Помольщики, чтобы заслать не голову от солнца, улеклись под широкую стреху, поближе к колесу, где плечется вода и веет прохладой. Ослы тоже устроились на берегу речки. Вьючные седла сползли на бока и животы. Они чешут спины о горячий песок и, подняв все четыре ноги вверх, тяжело дышат, раздувая ноздри. Заранее можно предвидеть, сколько потребуется палочных ударов, чтобы поднять их на ноги и нагрузить. В это время сверху по дороге медленно спускается путник. Усталый, запыленный, потный и оборванный до такой степени, до какой может довести одежду человека только крайняя нужда. Он спускается к мельнице, подходит к помольщикам и спрашивает их, нет ли поблизости моста через речку. Тем ли они даже повернутся к нему, и они бросают ему через плечо. «Вот здесь брод, проваливай!» Путник подошел к ослам, чтобы и у них спросить, где мост. Один из них возьми да поведюхом, тогда как все остальные остались по-ослиному равнодушны. Путник стал слезно умолять осла, который повел ухом, показать Бога ради ему дорогу, так как он показался ему наиболее отзывчивым. Наконец осел ему ответил «Нет моста, нужно идти вброд». «Но я не могу лезть в воду», — ответил путник. «Нельзя мне». Осел долго о чем-то думал, повел другим ухом и, наконец, лениво поднялся, поставил путнику спину и сказал «Садись, я тебя перенесу». Такое великодушие очень удивило путника. И, переправляясь на осле через реку, он думал о том, как отплатить ему, добром за добро. А пока путник размышляет об осле, сидя на нем, давайте и мы познакомимся поближе с этим ослом, поскольку нам и дальше придется иметь с ним дело. Отец его был ослом, да и мать его была ослицей. Более подробно о них известно еще и следующее. Отца его хозяин купил за 176 грошей, а за мать, когда ее продавали в последний раз, заплатили 94 гроша вместе с вьючным седлом. Но отец и мать не принадлежали одному хозяину. И как они полюбили друг друга, как договаривались и встречались, обо всем этом мы не имеем точных сведений. Да и вообще это их дело, и мы не можем входить в подробности этой ослиной любви, так как только ради полноты биографии героя мы упомянули о том, кто был его отец, а кто мать. Сначала он был грязным осленком, затем рос, рос, и вместе с ним росли его уши, пока он не вырос и не стал взрослым ослом. Боже мой, что творилось в душах отца и матери, как заблестели их глаза от слез родительской радости, когда однажды хозяин принес седло и ему. Каждый родитель сможет понять эту радость, если вспомнит тот день, когда он впервые купил книгу своему подросшему сынишке. Но с ослом случилось то же, что бывает и с нашими детьми, когда после покупки книги школьный служитель вынужден силой отводить их в школу. Он не мог сразу понять будущее, которое ожидает его под вьючным седлом. Он пытался даже сбросить с себя седло, но, увидев, что седло сбросить не в силах, перебросил через голову севшего на него хозяина, с такой жестокостью, с какой человек может бросить только своего благодетеля. По этому случаю он был впервые серьезно бит, как и положено ослу, дожившему до вьючного седла. Хозяин щедро угостил его поленом. Итак, он отпраздновал день своего сырошеналетия, как это и приличествует ослу. Получил вьючное седло и был впервые серьезно бит, так как раньше, если ему кто бывал и сунет ногой в ребра, то чаще всего в шутку. Превратившись таким образом из грязного осленка в настоящего осла, он начал лазить, таскать, делать все, что связано с его профессией дынными ушами. Вот и сегодня он привез зерно к водяной мельнице, а теперь переносит через реку путника, который все еще размышляет о том, как отплатить ему добром за добро. Достигнув берега, путник слез, повернулся к ослу и сказал, «Слушай, ту услугу, что ты мне сейчас оказал, ты оказал самому себе. Я не путник, а всесильный рок. Я спустился на землю, чтобы карать и вознаграждать. Скажи мне, что ты хочешь? Я все сделаю». Осел облизнулся. Ему было приятно, что он оказал услугу року, но вопрос рока вверг его в страшное затруднение, так как он не мог ничего придумать. Наконец ему пришла в голову чистая ослиная мысль. «Исполни три моих желания. Пусть меня хозяин лучше кормит, меньше бьет и меньше нагружает». «Это пустяк», — сказал рок. «Я бы хотел сделать для тебя больше». «Ну, если ты хотел бы», — сказал осел. «Очень мне надоело быть ослом. Стань человеком, если хочешь». «А ты можешь это сделать?» «А ты хочешь?» «Хочу?» «Конечно, хочу». Услышав эти слова, рок трижды прошептал что-то про себя, повертел рукой над головой осла и сказал «Да будет». И осел стал человеком. И его-то автор этого рассказа еще во введение окрестил Максимом. Максим направился в ближайший город, тщательно скрывая в пути тот факт, что вчера еще был ослом. Войдя в город, он остановился на перекрестке и начал думать, куда ему идти и что делать. Мимо него проходят мужчины, женщины, дети. Один согнулся под тяжелым грузом, который несет на спине. Другой идет легко и быстро. Один спешит, видно ему нужно скорее куда-то прийти. Другой идет медленно. Видно ему не очень хочется идти туда, куда он направился. Одни говорят шепотом, другие кричат. Один что-то толкает перед собой, другой что-то тянет за собой, каждый занят своим делом. Не может Максим придумать, чем бы ему заняться. Наконец решает он пойти посмотреть, может где какое дело приглянется. Идет, заглядывает в лавки. Видит, в одной торговец склонился озабоченным над книгой. Рука танцует по бумаге, губы шепчет какие-то цифры, а лоб вспотел. Нет, это не для меня, думает Максим. Разве сладишь с этими цифрами? Тут нужно соображать. Идет дальше и останавливается перед другой лавкой. Там мастеровой с черными от работы руками, в мокрой от пота рубашке бьет молотом, который, пожалуй, тяжелее вьючного седла, который Максим носил еще вчера. Нет, это тоже не подходит, думает Максим. Чем браться за такую работу, лучше бы мне ослом остаться. Максим идет дальше и останавливается перед большим зданием какой-то канцелярии. Заглядывает в раскрытое окно и видит. За столом, заваленным бумагами, сидит человек. За ухом у него перо, перед ним чашка кофе, а в руке сигара. Он потягивает кофе, выпускает изо рта кольца дыма, провожает их взглядом до потолка и весело смеется, если кольцо получается удачным. Скажите, пожалуйста, что делает этот человек? Спрашивает Максим какого-то прохожего. А то, что видишь. А что, у него ремесло такое? Да, говорит прохожий. А как оно называется, это ремесло? Спрашивает Максим с любопытством. Потому что это занятие понравилось ему больше всего, что он видел до сих пор. Он чиновник. Хорошее ремесло, вздыхает Максим. Он входит в большое здание. Ему говорят, что это канцелярия окружной полицейской управы. И он просит, чтобы его принял начальник. Максим ждал до полудня, затем целых семь часов после полудня. Но так терпеливо, с таким истинно ослиным терпением, что даже жандармы сжались над ним и доложили о нем господину начальнику. Войдя, он сперва мелет какую-то чепуху, а затем с большим трудом подобрав слова покорно, очень покорно, совершенно покорно, просит о маленькой службишке. Господин начальник, старый, но умный человек, смотрит на него через очки и протяжно произносит только одно слово. Однако. Максим сгибается еще ниже. На глазах его выступают слезы. Он хватает руку господину начальника и целует ее. Господину начальнику это нравится. Он думает. Видно, настоящий осел, но покорен, будет послушным и годным для всякого дела. И берет его на службу. Максим самый старательный чиновник в канцелярии. Трудится в поте лица своего. Берется за любую работу и не стыдится никакой работы. А стоит господину начальнику позвонить, как он кидается со всех ног, обгоняет жандарма и, еле переводя дыхание, становится вместе с ним у дверей господина начальника. Ему хочется услужить господину начальнику. Пусть хоть стакан воды принести. Нельзя сказать, что он грамотен. Где уж ему. Но и здесь он кое-чего достиг. Сначала он мучился из-за того, что не знал, с какой стороны нужно писать. А когда это постиг, то пришли новые мучения. Пока напишет одно-два слова, половину листа съест. А то возьмет и так изомнет бумаги, будто они бог знает для чего употреблялись. Сейчас дело идет лучше. Хотя он и не знает еще, где нужна прописная, где строчная буква. Вместо точек ставит кляксы. Но и это ему сходит с рук. Господина начальника нервирует только одно. Максим сильно стучит ногами, когда ходит по канцелярии, словно он до сих пор подкован. Но господин начальник не может на него сердиться. Потому что, когда он за каким-нибудь делом вызывает Максима в кабинет, тот входит и, как только замечает на лакированных ботинках господина начальника немного пыли, все равно, есть она или нет, точно достает из кармана платок и смахивает ее. И господину начальнику волей-неволей приходится молчать. Чтобы ему не поручали, он все делает шиворот на выворот. Однажды господин начальник приказал Максиму арестовать кого-то за долги, а он арестовал кредитора вместо должника. Он загубил все дела за 1863 год, наделав из бумаг змеев для детей господина начальника. Он подшил акты из дела за 1867 год в дело за 1882 год и наоборот. Что ему не дай, он все перемешает. Так, протоколы следствия над попом, венчавши малолетних, он перемешал с актами о долгах некоего театрального общества. Следователь долго не мог разобраться в этом деле. То ли поп был членом театрального общества, а венчание малолетних – театральная постановка. То ли театральное общество задолжало попу? Однажды жалобы вдовы Анки на оскорбление ее чести он перемешал с бумагами, в которых содержалось требование на производство каких-то записей в казенной книге. И при чтении бумаг получалось, что требуется записать честь вдовы в казенную книгу, да еще на первое место. В другой раз потребовалось дать комиссии дело о приведении в порядок одной улицы. Читает комиссия дело. Читает и вдруг наталкивается на заявление, подписанное всеми жителями. В котором они просят власти выселить с их улицы развратницу-любицу за непристойное поведение. Заявление поставило комиссию в страшное струднение, и она разделилась на две партии. Меньшинство утверждало, что это еще одна причина для того, чтобы навести порядок на улице. Большинство с этим не было согласно. В конце концов комиссия выбрала из своего состава еще одну, более узкую комиссию, перед которой поставила задачу обследовать на месте и любицу, и улицу. После трехмесячного тщательного обследования на месте комиссия обнаруживает, что это заявление входит не в дело о приведении в порядок улицы, а скорее в дело о приведении в порядок морали любицы. Все объясняется и находится виновник. Господин начальник гнева ИЦ решает на этот раз делать Максиму строгое внушение. Вызывает его. Максим, осел ты этакий, сдержанно начинает господин начальник, стараясь, принимая во внимание свое высокое положение и в гневе не терять достоинства. А Максим сразу удаляется в плач, целует руку господину начальнику, бежит к госпоже начальнице, чтобы и ей поцеловать ручку, и в тот же день сбегать для нее на базар, и все обходится благополучно. И не только в тот день, он вообще часто оказывает услуги госпожа начальнице. Сколько раз он выводил детей на прогулку, а когда гости он и на кухне поможет. Например, заколет поросенка, выпотрошит его и поворачивает на вертеле. Помогает он и в других делах. Сломается стол или стул, он их тут же и починит. Переливается вино, он обкуривает бочки. Когда господин начальник переселяется, он помогает управляться с вещами. Разумеется, ходит на базар и не только за луком и капустой, а иной раз несет через весь базар и полное лукошко яиц. Над ним смеются, но это его совсем не задевает. Он спокоен, так как уверен, что на совесть исполняет свой ослиный долг. Поэтому, если он заслужит иной раз наказание от господина начальника, то его всегда спасает госпожа начальница. Так он прослужил целый год, а в конце года господин начальник по соглашению с начальницей повысил ему и жалование. И все шло прекрасно. С Максимом никогда не случалось того, что могло бы случиться с любым другим чиновником. Например, его не могли призвать к ответу за то, что он сказал что-то такое, чего не пристало говорить чиновнику. Наоборот, однажды от него потребовали объяснения, почему он ничего не сказал, когда требовалось что-то сказать. Но с ним случилось нечто другое, чего от него никто не мог ожидать. Максим влюбился и задумал жениться. Увидел он в церкви, правда, пожилую, но красивую женщину. С тех пор он регулярно ходил в церковь и смотрел на нее как на икону. Максим и раньше не знал, в каком месте нужно креститься, а уж после этого совсем перестал следить за службой. Пойдут по церкви ктиторы с блюдами собирать деньги, а он увлечется, забудется и ничего не опустит. Или просфору забудет съесть и сунит ее в карман, так что в левом кармане пальто у него же скопилось полкило сухарей. Однажды она посмотрела на него как раз в тот момент, когда читали верую, и он вдруг так громко, так по-ослиному вздохнул, что сбил дьякона, и тот пропустил три пункта молитвы. Поп выглянул из алтаря, чтобы увидеть, что такое с прихожанами, а ктитор уронил блюдо. Монеты раскатились по церкви, и богобоязненные христиане, усердно крестясь, прикрыли ногой грош другой. После службы ктитор сказал ему с глазу на глаз, чтобы в церкви он больше не вздыхал, раз не умеет вздыхать по-человечески. Увидев, что все это не может больше оставаться тайной, Максим рассказал обо всем госпоже начальнице. Это случилось однажды после полудня. Начальница пришла ее родственнице по мужу перебирать перья, и они позвали Максима помочь им. Дама разговаривает о том о сем, а Максим усердно перебирает перья и молчит. Зашел разговор о чьей-то женитьбе, и родственница начала уверять, что жених берет девушку только из-за денег. Нет, что ты, говорит начальница. Я слышала, что он ее любит. Говорят, давно любит. Только не смел никому признаться. Тут Максим глубоко вздохнул. Вздох этот, вызванный сходством положений, по силе был равен вздоху в церкви. Но он имел и другие последствия. Пух и перья от него поднялись вверх. Полетели в открытое окно, покрыли мебель, запорошили волосы начальницы и ее гости, и наконец заберели в только что принесенных чашках кофе. У Максима усы и брови стали белыми. Но что всего хуже, начальница, как раз собравшись что-то сказать, забила рот, и она начала ужасно кашлять, так как несколько пушинок попало ей в дыхательное горло. Женщина едва пришла в себя после нескольких ударов кулаком по спине, нанесенных ей родственницей, а оправившись, налетела на бедного Максима. «Осел, зачем вы дуете? Да так, словно вы не человек, а паровоз!» «Я не ду», — ответил уничтоженный Максим и уставился в землю, как школьник перед учителем. «А что же вы делали?» «Я вздохнул». Тут ни госпожа начальница, ни ее родственница, несмотря на печальные обстоятельства, не могли удержаться и громко рассмеялись. «Какой же это вздох, бог-свидетель? У вас вместо легких кузнечные мехи». «Видите ли», — смущенно начал Максим, «это из глубины души. Искренне». Женщины снова рассмеялись. «А почему вы так вздыхаете?» — спросила госпожа начальница, стряхивая себя и собирая разлетевшийся пух. «Так, вспомнили кого-нибудь из родных?» «Нет», — уверенно сказал Максим. «Или, может, вы влюблены?» При этом вопросе Максим чуть было не вздохнул еще раз, но, быстро закрыв рот ладони и зажав нос большим и указательным пальцами, предотвратил новый скандал. На глазах у него выступили слезы, сердце забилось, уши покраснели, и, обрезав губы, он кротко сказал. Влюблен. «Э?» — сказала госпожа начальница. «А?» — добавила ее родственница, переменив, чтобы избежать монотонности гласную, означающую удивление. «Да», — подтвердил Максим. «Но в кого, говорите ради бога, в кого?» «Я не знаю». «С нами Бог, как же вы можете этого не знать?» «Так, не знаю». «В таком случае вы не влюблены?» — вставляет родственница, приготовившись снова рассмеяться. «Нет, я влюблен», — уверяет Максим, усердно перебирая пух. «Может быть, вы не знаете имени той, в кого влюблены?» — помогает ему госпожа начальница. «Да, не знаю», — отвечает он. «А она вас любит?» — с любопытством спрашивает родственница. «Не знаю, но я сделаю ей предложение, и если она пойдет за меня, тогда я буду знать, что она меня любит». «Ну что ж, дай бог вам счастья!» «Я буду вашей свахой, если вы мне ее покажете», — говорит госпожа начальница. Грешник Максим почувствовал себя после этого совершенно счастливым, и однажды ему представился случай показать госпожу начальнице ту, на которой он хочет жениться. «Я не знаю ее», — сказала ему госпожа начальница. «Нужно спросить кого-нибудь из здешних женщин, кто это, и если она вам подойдет, я буду просить и для вас ее руки». Максим на седьмом небе. Теперь он еще больше старается услужить и помочь госпожа начальнице на кухне, и еще больше беспорядок производит в канцелярии. Госпожа начальница, конечно, рассказала обо всем господину начальнику, и он тоже сказал, если она подходит ему, пусть женится. Он человек хороший, честный, немного пообтешится, еще и карьеру сделает. А госпожа начальница и в самом деле приняла близко к сердцу все это дело и начала вести расспросы о той женщине. И чем все кончилось? А вот чем. Однажды госпожа начальница, злая, как рысь, вызывает Максима. Только он вошел, как она чуть не вцепилась ему в глаза. «Господин Максим, вы настоящий осел! Остромили меня перед всем светом! В другой раз, когда влюбитесь и захотите жениться, извольте сперва хорошенько расспросить о предмете своей любви». «Что случилось?» – спрашивает Максим. «Что, что, она замужем, она попадья, у нее живой муж и шестеро детей, а вы меня посылаете сватать ее». Затем Максим получил внушение и от господина начальника, который даже поднял руку, чтобы закатить ему оплеуху, но, вспомнив о достоинстве, необходимом в его положении, воздержался и закончил все внушение такими словами. «Для меня все это ослиные дела. Я вообще больше не могу позволить ни одному чиновнику влюбляться. Государство платит жалования чиновникам не за то, чтобы они влюблялись». «Покорнейший, прошу простить меня», – извиняется Максим. «Я и сам не рад, что рассердил государство. Я клянусь, что никогда больше не сделаю ничего такого, что может быть неприятно государству». И он целует руку господина начальника, орошая ее двумя-тремя теплыми слезами. «Так, сынок, так. Нравится мне в тебе то, что ты слушаешь советы старших», – подобрев, добавляет господин начальник. И с тех пор Максим больше никогда не влюблялся, чтобы только не сердить государство и госпожу начальницу. Послушание Максима и его внимательность по отношению к государству сделали то, что в конце каждого года его кондуит оказывался самым лучшим. А однажды он гласил, «Не очень грамотен, но честен, уважаем, верен и предан государству, и его законом, послушен начальству. В тот год он получил повышение». Дальше дело пошло легче. Чин приходил за чином, а если Максима иной раз и обходили, он не протестовал. Он терпеливо ждал, зная, что повышение придет. А чем выше чин, тем лучше положение в обществе. И тут Максим занял видное положение. Сначала он вступил в члены хорового общества и долго бы в нем состоял, а может быть, даже добился председательского места, если бы его пение не привело к фатальным последствиям. Юбилейный концерт, посвященный десятилетию общества, он просто провалил, хотя пел по этому случаю от всего сердца. Позже, однако, Максим стал председателем Человодческого общества. Под его председательством общество расцвело и получило известность, но затем из-за одной мелочи Максим подал в отставку. И вот что это за мелочь. Весь мед, который общество собрало за год со своего пчельника и подготовило для выставки, он, как председатель, съел. На собрании, состоявшемся по этому поводу, один ехидный пчеловод-оппозиционер назвал его трудним. Максим же посоветовал ему немного втянуть жало. Они обругали друг друга всеми пчеловодческими терминами. Оппозиционер грозился даже надеть председателю на голову улей. Максим рассердился и подал в отставку. Наибольшее влияние в обществе он приобрел благодаря своей инициативе в деле организации одного возвышенного и гуманного движения. Это движение имеет большое значение, и поэтому мы должны рассказать о нем подробнее. Однажды в обеденное время стояла такая жара, какая может быть только в июле. Перед кофанной согласия спущен навес, и за двумя-тремя столами, стоящими под ним, прохладно. К тому же слуга палил мостовую перед кофанной. Прохлада привлекла сюда тех, кто после обеда не спит. Здесь Максим, господин-телеграфист Михаева, сборщик налогов, учитель-господин Иова, почтальон и еще двое-трое других. Одни играют в домино, другие читают газеты. Все нашли себе занятие по вкусу. А Максим, это было его любимым занятием, сидит и смотрит куда-то. Смотрит и по обыкновению ни о чем не думает. Но смотря таким образом, он замечает возле базара крестьянина, немилосердно бьющего своего осла. Это приводит Максима в ярость. У него даже спина начинает чесаться. Он отворачивается и, скорее, про себя говорит. Ах, чтоб его! Разве нельзя ничего сделать для того, чтобы защитить бедных животных от подобных тиранств? Господин Михаева, телеграфист, который лишь недавно появился в этом городе и еще не успел стать членом какого-нибудь комитета, увидев в этих словах возможность образовать комитет, весело бьет по столу костяшкой дупль-нупль и восклицает. Ах, сударь, вам пришла в голову великолепная идея. Во всех просвещенных государствах, где царит европейское воспитание, существует специальное общество. Общество, сударь мой, которое называется Общество защиты животных. Почему бы и у нас не быть такому обществу? Вы ведь это подразумеваете? Почтальон, человек больной и потому всем недовольный, смотрит с презрением на господина Михаила и говорит, «Вот еще что придумали. Есть дела и поважнее. Я бы прежде всего основал общество защиты почтальонов. Это все равно. Общество, которое предлагает основать господин Михаила, может взять под защиту и почтальонов», добавляет сборщик налогов, в характере которого, с тех пор, как пять лет назад на половину его жалования был наложен арест, появилась зловредность. Сейчас не имеет значения, как дальше протекал этот разговор. Но поскольку господин Михаила стремился стать членом комитета хоть какого-нибудь общества, он распространял эту идею на базаре с такой энергией, что собрал приверженцев. Одним из первых эту идею поддержал аптекарь господин Хрдльчек, как человек с европейским образованием. У него и должно было состояться первое заседание, посвященное обсуждению устава общества и выборам комитета. В комитет, по настроению телеграфиста господина Михаила, должны были войти и дамы, так как основным их качеством является доброе сердце. А это лежало в основе благородной идеи. Были приглашены с целью организации комитета следующие лица. Максим, как человек, подавший идею основанию общества, хотя он признал это только после того, как хорошенько разузнал, не идет ли она вразрез с интересами государства. Госпожа аптекарша, так как в ее доме должно было состояться первое заседание, а также потому, что она любит и держит у себя в доме собачонок, и уже поэтому склонна поддержать идею. В действительности на заседание был приглашен аптекарь Хырдличек, но он, как человек европейского воспитания, уступил свое место жене. Госпожа Аница, вдова, жена бывшего ветеринара, так как она некоторым образом имеет отношение к животным. Госпожа Эмилия за ее доброе сердце. Всем известно, что она не может даже смотреть, когда режет цыпленка, и не только цыпленка. Когда на Пасху на столе появляется жареный барашек, она его так жалеет, что даже не ест. Чуть-чуть только откушает почки, мозг, печенку и другие второстепенные части. Игнят Рис, ветеринар, как человек, имеющий дело с животными. Господин Тома, пенсионер, на котором говорят, что он ужасно бил свою покойную жену, но он блестяще опроверг эти слухи, так как, будучи полицейским чиновником, строго наказывал крестьян, жестоко обращавшихся со скотом и, следовательно, работал на поприще защиты животных еще задолго до существования какого-либо общества. Учительница Савка. Не потому, что она как учительница призвана защищать животных, а потому, что телеграфист господин Михайло был влюблен в нее и мог под видом защиты животных чаще встречаться с ней. Дьякон Илья, как воплощение человеколюбия, несмотря на то, что некоторые были против этого приглашения, считая, что нет более жестокого мучителя животных, чем он. Говорят, что он своими руками убил шесть кошек и отравил собаку мясника Симы. А кроме того, он настолько невоздержан, что при встрече с чьим-нибудь бараном не может удержаться, чтобы не пощупать у него курдюк и не воскликнуть кровожадно. Ого-го! Если уж он испытывает такие чувства по отношению к живому барану, то какие бесчеловечные мысли должны бурлить в его голове при виде молодого жареного барашка. Пайя, хозяин кофан. О причине его выдвижения в комитет не знает ни одна живая душа. Господин Йоца, сборщик налогов, как человек, который отпускал бы злые шутки насчет общества, если бы его не пригласили. Ходили слухи, что он уже назвал этот комитет животным комитетом. И, наконец, господин Михайло, телеграфист, как человек, подхвативший идею и давший ей ход. В таком составе комитет встретился у госпожи Аптекарши в определенный день и час. Дело происходило в среду, время близилось к вечеру, и госпожа Аптекарша приготовила ужин. После того, как собравшиеся прополоскали рты двумя-тремя городскими анекдотами, после того, как был подан ужин, во время которого дьякон Илья пришел в ужасное замешательство, не зная, как обращаться с маленькими серебряными щипчиками для сахара. А господин Тома, пенсионер, так украсил бороду сливками из кофе, что казалось, будто кто-то расстелил на траве белье для сушки, после того, как госпожа Эмилия решительно провела пальцем по этажерке Аптекарши и, прочертив борозду в пыли, значительно переглянулась со вдовой Анкой, после того, как Максим чихнул так, что рояль Аптекарши пришлось впоследствии чистить, а внутри его долго и вольшиво звенела какая-то струна. Одним словом, после того, как вступительная часть заседания была закончена, господин Михайло, телеграфист, встал и изложил идею Максима. Первая взяла слово госпожа Аптекарши и сказала, что она умерла бы на другой же день, если бы что-нибудь случилось с ее собачками. У нее их было три. Затем господин Рис, ветеринар, сделал обширный доклад о том, как обстоит дело с защитой животных в Европе и поздравил Максима с его идеей. Дьякон также высказался за идею, однако он был за защиту не всех животных, а только скота. Госпожа Эмилия спросила, какие обязанности они, женщины, будут выполнять в обществе. Вы можете, например, защищать птичек, ответил сборщик налогов. Каких птичек? Всяких. Ласточек, голубок или собачек, добавил Максим, чтобы доставить удовольствие Аптекарше. Господин Михайло, телеграфист, снова взял слово и, стремясь поднять у слушателей интерес к идее, нарисовал картину избиения бедного осла. Он тонко обрисовал пользу, приносимую этим животным, а затем обратился к его несчастной судьбе. Разумеется, эта речь особенно заинтересовала Максима. К тому же, господин Михайло говорил с такой теплотой и с таким знанием дела, что Максиму даже пришла в голову мысль, уж не встречался ли он когда-нибудь сроком. И когда господин Михайло сел, Максим очень осторожно, чтобы никто не заметил, обнюхал его. Речь господина Михайло растрогала аптекаршу до слез, и она стала говорить о том, что и ей очень жаль это симпатичное животное. У Максима тоже выступили слезы на глазах, и он благодарно посмотрел на аптекаршу. Затем присутствующие приняли идею и устав общества. Председателем был избран Максим, секретарем телеграфист, казначеем, Пайя, хозяин Кафана. Правда, этот комитет никого не защищал, но зато о нем написали газеты, приписывая всю славу Максиму, так что имя его стало широко известным. Шли годы, всеми почитаемый, известный в обществе, высокопоставленный чиновник Максим совсем забыл о своем происхождении. Но однажды Року, у которого как-то не было работы, пришло в голову поискать известного нам осла и спросить его, доволен ли он своим новым положением. Рок сошел в город и, зная, что никакой осел не пойдет на тяжелую работу, начал искать его среди господ. Пошел он по городу, не пропуская ни одной улицы. Как встретит хорошо одетых людей, так и гадает. Он? Нет, не он. Он? Да, он. Ах, нет. Стольких людей он уже повстречал, а никак не может узнать, кто из них был ослом. Идет навстречу ему господин. Это он, говорит себе Рок, и к нему. Скажите, пожалуйста, спрашивает он вежливо, вы были когда-нибудь ослом? Человек накричал на него и пошел дальше. Встречает Рок другого и почти уверенный, что это именно тот, кто ему нужен, с улыбкой подходит к нему. Простите, мы знакомы. Мы? Спрашивает тот удивленный. Ну да, помните, когда вы были ослом? И этот, рассверепев, уходит оскорбленный. Встречает Рок третьего, и вот уже нет никакого сомнения, это он. Можно надеть голову наотрез, что он. Рок подбегает к нему, обнимает, а тот спрашивает, с кем имею честь? Я Рок. Очень приятно. Это ты, ты, не скрывайся. Кто? Ах, осел, мой добрый осел. Это ты, я узнаю твои уши и походку, и спина твоя, мне кажется, знакомой. Но и этот сердито фыркнул и свернул в сторону. А Рок продолжает поиски целый день до поздней ночи. Ищет он и на следующий день, и еще целый день, пока его не сваливает усталость, и он не отказывается от своего намерения, убедившись, что это напрасный труд, ибо никогда ему не узнать осла. Вот так Рок, обладая силой, до которой человеку далеко, не мог отличить, кто из людей был когда-то ослом, а кто не был. И зачем он брался за такое трудное дело, хоть он и Рок? Вы прослушали рассказ Максим Бронислава Нушича, известного сербского писателя и драматурга. В России о Брониславе Нушиче слышали очень немногие и преимущественно в профессиональной среде филологов и литературоведов. Бронислав Нушич вошел в историю сербской литературы прежде всего как автор сатирических комедий, и он стал одной из ключевых фигур в становлении югославской драматургии театра. Для него шутки и создаваемые им комические ситуации формы политической сатиры. Источником юмора в его произведениях становилась реальная действительность, и этим во многом объясняется тот факт, что творчество Бронислава Нушича зачастую носило остросоциальный характер, о чем вы можете судить, исходя из прослушанного рассказа. Лично мне рассказ Максим понравился не только своим тонким юмором. Как и любое хорошее художественное произведение, этот рассказ наталкивает читателя на серьезные вопросы. Меня, например, он заставил задуматься, что человека делает человеком. Спасибо вам за внимание. Ждем вас в центре славянских культур. Со сборником сочинений Бронислава Нушича вы можете ознакомиться как в зале библиотеки, так и взять его на дом. Субтитры создавал DimaTorzok